Ежегодно через «Синдикат» проходит более 10 тысяч автомобилей. Мы распределяем и контролируем автомобильные потоки. Есть автосалон с дорогими тачками, с тачками подешевле. Какие-то автомобили мы оставляем себе. Наша цель – развивать и масштабировать этот бизнес. Вы очень любезны. Спасибо. Рука по сжатии через океан. Здорово. Короче, у нас сейчас здесь намечается в мастерской встреча деловая с какими-то людьми, которых мы никогда не видели, которые в теории могут привозить тачки, битые, из-за границы. Мы их будем чинить и продавать. Ну, по-моему, это прикольная тема. Я вам рассказывал, что тачки какие-то интересные вывозятся в основном за границу и продаются, а мы будем как раз поднимать с колен автомобильную культуру России. Мы, наоборот, будем ввозить сюда, приводить в идеал и продавать. Причем, крутое условие – то, что мы не тратим свои деньги. То есть, они нам вроде как на свои деньги привозят тачку, мы ее ремонтируем за их счет, а потом прибыль пополам. И мы же продаем. А, и мы же продаем, да. А если они на Тесле, значит, они действительно таскают тачки из-за границы. Это уже показывает то, что они серьезные ребята. У нас еще несколько машин там, Камара и Кустанки. Ну, пойдем, что? Пойдем. Вот, с 3-3-3. Мы с Набаком, по Красной Тесле, зимой. А, я понял. Понял. Так, мы тогда что-то и не договорились. Не договорились. Я понял. Ну, давайте сейчас пообщаемся. Можем где? Здесь или туда пойдем? Вином, мальчик, ванно, теги. В общем, с Никитой и Стасом пришли к договоренностям, да, о том, что они привозят сюда тачку, которая куплена за их счет. Восстанавливается тоже машина за их счет, нами. И после этого мы ее продаем. И прибыль делим пополам. Вот такая схема. Все не так просто, как выглядит, на первый взгляд. Выгода, ребят, в том, что они получают, во-первых, прибыль. Во-вторых, я так понимаю, что вам нужно тоже развиваться и продвигать себя. Правильно? Вы занимаетесь тем, что вы таскаете тачки на заказ. Да. Вот. Давайте так. Мы не будем говорить, как ваша организация называется, чтобы не было такой рекламы. Ну, пока, ладно, давай. Если мы сработаемся, если мы все взаимовыгодно заработаем на этом, то почему нет? Так что, смотрите, мы нашли поставщиков, которые могут притаскивать тачки из-за границы. Причем они могут всякие эксклюзивные, редкие притаскивать. Крутые американцы, какие-нибудь эксклюзивные немцы, японцы. Японцы, можете срекать? Можно? Охеренно, вообще. Супра, там, вот эта Сильвия. Короче, это вообще мечта моя. Вот это круто, наверное. Пока еще не знаю, может быть, конечно, и пойдет по одному месту все наше сотрудничество, но... Это как бы эксперимент. И первая тачка, которая к нам должна приехать, это мустанг. Красный. Битый. Вот и настал тот день, когда к нам приехала первая машина из-за бугра. И мы сейчас ее встречаем. Где-то она на автовозе здесь должна быть. Вот они. Вот тачка. Ну, все, погнали разгружаться. Ну вот, мы перешли от слов к делу, да? Да. Уже все. Уже дело прям. Тачка приехала, она существует, она настоящая. Красная. Красная, черная, грунтовая. Ну что, все, вот он, Ford Mustang. Вот он. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Придется потрудиться. Так он готов. Что с ним делать? Я думал, он будет совсем кривой. Так-то он, в принципе, выпрямили там полку крыла. Немного ланджерона шла. Мы там все покрасили. Чтобы было сразу что-то, чтобы вам не заморачивалось. На фотках я видел, он там прям вообще такой. Не больно? Не не больно? Не не больно. Не не больно, я люблю. И купили сразу крыло и навесили. Все, в прошлом бы нет. Там останется покрасить. Подсобрать его. Я думал, все будет хуже. Чтобы получить, короче, сертификат безопасности, чтобы эту машину поставили на учет в России, нужно ее собрать, чтобы она была хорошая. Идеально. Вот этим мы и займемся. А потом мы будем ее продавать. Так, а она, получается, на ходу сейчас? Да. А, то есть, может прям ехать? Ну, прям ехать не советую. Потому что, вон, смотри, что-то капает. Лучше, конечно, что это проверить. Для этого мы вызвали эвакуатор сразу. А вы еще эвакуатор за нас вызвали? Да, конечно. Вы что же, правда, все за меня делать будете? А что мы приехали-то тогда? Не, ну как? Посмотреть машину. Вообще, в каком состоянии машина пришла. Ну, я так понимаю, что не все машины будут в таком состоянии приходить. Какие-то будут прямо в ушатом состоянии приходить. Даже запчасти все есть, да, уже? Могу я съехать? Можно? Конечно. Я там санги покатаюсь. Не, ну в целом он кайфовый. Да, в целом тачка-то едет, ну нормально. Она же целая. А что вы ее делаете? А получается, безопасность тоже восстановлена, что ли? Денег, да. Шторг стрельнул. Ну, да, наверное. Ну знаешь, что? А тут торпеда целая, да? Да, торпеда целая, руль целая. Приехать, получается, эвакуатор, грузим и везем в мастерскую. И прям сразу начинаем работу. Ну вот, покатался. Спасибо. Никогда не в мустанге над ком не катался. Вот тогда не покатался, помнишь, да? Когда он был такой. Лучше, чем в Камарах. Они все одинаковые, на самом деле все. Ну, кстати, нет, челленджер мне вообще вкатил. Когда он был челленджер, мне понравилось, что он какой-то огромный. Сидишь на пассажирском сидении, и ты можешь вот так просто весь так лечь, и все. Все, ну, танк выезжает. Сложили на Тесле про птица, вообще всегда было интересно. Мне просто хочется почувствовать вот эту вот тягу электрическую. Ты назад вперед? Ты назад вперед? Да хоть туда. Ой, зря, 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 очень зря, брата. Если можно, я вот так вот туда и обратно. Сколько она стоит сейчас? Пять с половиной. Ну, нормально. Ну, вы поняли, да? А как это? Как это? Очень странная машина. Очень странная. Внешне никогда мне не нравились Теслы. Не знаю, почему они их делают такими. Просто, ну, вот если бы они сделали ее какой-то агрессивной, было бы, наверное, круто. А что-то она... Да-да-да. Здорово! Спасибо. Хорошо! Хорошо! Спасибо! А, вот спорт. А есть у Удакли. Ух ты! Видел? Что гнутся? Мне это было страшно. Туфли гнутся. Охереть! Это вообще странно. Когда нет звука, и просто тебя вот так вдавливает. Вот прям вообще, как космос. Ну, ладно, все, счастливо. Мы сделаем из мустанга конфетку. Догоняем мустанг. Но не превышаем. Догнали, получается. Вон он, наш красавец. Ну, как наш? Ну, типа наш. Ну, как... Не, не наш. Блин, я не знаю, наш или наш? Ну, наш. Ну, мы к нему сейчас будем прикасаться и делать... Свою душу вкладывать, так скажем, в него. А потом что-то с этого даже зарабатывать. Чего? Обогнали, получается. Вот тебе там остался. Блин. Нет, ну не так. Надо, блин. Ну, ага. Там так красиво сейчас. На фоне Москва-Сити можно там подсъемы сделать. Москва-Сити тут, а мустанг там. Да, я что-то, по-моему, не так. Женю, ты все перепутал. Обогнали, у нас, получается. Дратути. 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 Встречайте. Наконец-то приехала, да? Коня, встречайте. Ну, все. Тачка на базе. Ну, тебе нравится эта затея, или нет? Мне нравится, да. Да, кайф. На самом деле, все получится. Но надо будет считать. Видишь, мы спрашиваем у них сейчас, вот он во сколько обошелся. Они даже не знают ценить. То есть, нужно все считать и понимать вообще, насколько... Это выгодно. Это выгодно, да. Вопрос в том, что нам нужно реально эту машину сделать в идеал. Ну, вот мы и будем это делать. Именно в идеал. Мы кто? Мастерская синдиката. Не, ну... Подожди. Кстати, идет. Я тут как бы все. Мы привезли все. Ну, надежда только на вас. Женя должен быть некоторым контролем качества. О, мне нравится. Все, контролем качества, да, буду. Я выбрал работу себе. Не, ну, пацаны, ну, реально, надо сделать круто. Надо прям разобрать все. В том-то и дело. Посмотреть, что там внутри. По геометрии посмотреть ее. По геометрии уже там все посмотрели в Беларуси. Ну, нам надо еще раз проверить. Ну, что, что? Контроль качества. Ну, это сделано, ну, на мой взгляд, качественно и круто. Ну, мне кажется, очень красиво выглядит. Все ровно. Нет? Что, Вадим? Давай, давай, давай. Как тачка? Классная тачка. Да, побоюсь. Да, да. Так, кто курировать будет на этот проект? Не, ну, Андрюха вообще-то вызвал себя, не знаю. Может быть, не знаю. Я понял. А что требуется от машины? Здесь такое слово. Незнакомый тебе идеал. Я не знаю, откуда у нас сейчас на это время. Правда, у нас гелика и 8. Ну, давай я ее разберу и фиктую. Ну, с тобой. Ты же любишь. Нет. Под корону. Блин, я что один, да вы что? У-у-у! Нет, я за у тебя уходи. Вроде бы и неплохо выглядит. Смотрите, тут прям вот суперкары, маслкары, какие-то вон кейкары, там вон этот смарт родстер. А стекла есть, интересно, нет? А стекла нет. А, есть. Стекла мне кажется. Стекла есть. Мне кажется. А почему она зацеплена? Андрюха, а с той стороны есть стекла? Есть стекла. А, ну тогда огонь, а то я думал, стекла нет. Сергей, нужно было всего лишь оторвать пленку, чтобы починить. Вот, все. Починить. Сделять. Что не хватает-то в итоге? Поворотника. Потом разъемов. Разъемов не хватает. Фонаря не хватает с заднего входа. Парттроники починить. Покраска. Покраска, в основном покраска и все. Ну и типа там за неделю мы можем сделать, да, его? Ну, по-хорошему, да. Ну все, давайте сейчас по-быстрому делаем и все. За работу, товарищи. Так, я пока сейчас не нашел того, кто мне может объяснить, что здесь происходит. Кокурирует этот проект, по сути, кто? Кто? Андрюха, а где Андрюха вообще? Нету? Олег. Женя. Так, вы наш маляр, получается, который приходящий, да? Ну, вот именно, да, тачки, да. Я понял. Что тут можете сказать? Крыло отспаклевали, оно тоже было все от жестянина. Сейчас стеклово-локня с поклевкой пошли на первые стоят. Я понял, вы, в общем, открасите, все сделаете, а мы-то, я понял, что потом будем уже выставлять зазоры и все собирать. Нет, зазоры, конечно, хотелось бы до того, как. Нет, я в процесс не лезу. Вот, я так, приезжаю иногда, вот сейчас вот я приехал, спустя там три дня, и машина сейчас в таком состоянии. Но процесс идет, и я очень этому рад. Приятного аппетита. Ну что, мустанг мы наш чепотлевали, трихтовали и подготовили к грунтовке. Это день четвертый, уже он в грунте. Так, это еще все будет шпыриться, потому что вот здесь я вижу какой-то косяк. Но я же сказал, я буду принимать работу. Голую полетят. Ты что? Я просто решаю вопросы поэтапно. Посмотри мне. А это нормально? Вот это будет защищать по-новому. Нет, это не нормально, я это заметил, честно. Мне как важно, во сколько пойдет эта машина по срокам и по деньгам. Ну и качество, конечно. Просто понимаете, сейчас если вот это все пойдет как бизнес, то на этой карте будет еще больше денег. И это, разумеется, как хорошо. Помимо того, что эта карта лимитированная, и их осталось совсем мало, уже многие подписчики заказали, уже многие мне в директ скидывали фотографии этой карты и говорили, какая она офигенная. А почему она офигенная? Потому что все наши подписчики это автомобилисты. И эта карта была создана нами, специально для автомобилистов. О, повезло, повезло. 10% кэшбэка возвращается за покупки на АЗС и за полисы в Тинькофф Страховании. 5% кэшбэка возвращается за любые автоуслуги, до 5% за оплату штрафов, парковок и платных дорог. И 1% вообще за любые покупки. Любые! Вы думаете, все? Нет. Так просто вы не уйдете. Среди тех, кто является держателем этой карты, Тинькофф Банк выбирает счастливчиков, которые получают тысячи литров халявного топлива. А у тебя есть такая карта? Блин, у меня нету, мне нужно менять. Просто видос открываешь, вот этот, который сейчас вот. Вот, который сейчас видос ты смотришь, да. Вот его открываешь, и именно с этого видоса переходишь по ссылке, и тебе приходит именно эта карта, а не какая-то другая. Давай быстро монтируй, чтобы быстро заказал. А ты мне этот, автограф сделаешь? Да, это прям лично только тебе, больше никому. Это прикольно. Так ее можно будет продать, и что потом. Она именная, как ты ее продаешь? Это хорошая инвестиция, может быть даже когда-нибудь, эта карточка просто как пластик будет в цене, потому что она лимитированная. Стой! По сути, завтра ее будет гнать в малярку, и до вечера ее покрасят, и можно собирать. Почти то, что надо, Твирк. Надо чуть подстроить. Так, смотрите, мустанг уже открашен, и приступаем к сборке. Буквально, ну, сколько, часов 5-6, да, и он будет собран. Все, мы уже на физичной прямой. Кстати, вот, видишь, а здесь у нас оказался цвет красивый, как у меня на хамере. Вот, видишь, сейчас вот мне подойдет. Пойдем. Ты уже до этого походил, говорил, что покрашено круто, да? Нет, я сказал, что шагрень прям реально крутая, и лак хорошо положен. Единственное, вот тут по кромочкам есть небольшие вопросы, но в целом, если вот так смотреть по плоскостям, то по плоскостям прям шагрень офигенный, и лак хорошо лежит, и цвет глубокий. Ну, все, видите, эксперт сказал. Солнце не видно, а здесь нехер во видно. Не, я просто хаю. Блатным и ночью солнце светит, знаешь, это такое выражение. Ты не объясняй здесь, не дураки сидят. Ну, короче, эксперт сказал, что окей? Не, ну, для мустангов сойдет. В смысле, для мустангов сойдет? Ну, это же самое по себе машина такая. Деревяшка? Мы думали, что будет все намного хуже. Я посмотрел, Миша посмотрел, оценил, сказал, блин, офигенно собрано. Вот. Поэтому, так как сегмент дороже, там полутора миллионов, я думаю, что все же мы будем ставить эти машины в чест-то авто. Какая разница? Ну, там они будут лучше вписываться. И честно людям говорить, как они восстановлены, насколько они были там битые, показывать фотографии там с копорта и так далее. То есть вот так. А сюда мы тоже еще привнесем очень многое, так что все будет. Все, сними ее, ладно. Сними ее. А это сделаем мы обратную, короче, запись. И как будто вот этот штекер, он такой обратный, такой, вуу, сам такой, да? Смотрите, вот это вот старый бампер. И мы его, ну, не будем использовать, потому что здесь всего лишь вот крепления оторваны. Но, когда мы, допустим, восстанавливали XKR, такой бампер у нас бы просто за милую душу прям встал бы, прям муа. А сейчас видите, какой подход? Крепление сломано? Нет. Другой бампер поставили. Смотрите, короче, Мустанг готов. Вообще просто. Видите, какой Мустанг. Пушка-гонка. В принципе, я вот вижу уже, что-то все очень круто. Все собрано. Все работает. Я думаю, что-то нет. Все собрано, подушки. Тоже все собрано, да? Смотри, все четко. Геометрия, огонь. Я не знаю, блядь, честно, я такое сейчас пытаюсь уменьшить, но я не знаю, как оценить кузовные работы. В целом, для меня, охерительный Мустанг стал. Ну, реально. Смотрите. Красивый же? Да. У нас маленькая неприятность. Черт. Подкрылок задний где? Женя, ревизор. Да, блядь. Ну, просто хочется реально, чтобы это был идеал. С первого дня вроде идеально, а вот подкрылка нет здесь. Это не идеально. Согласен. Ребята, короче, которые дали нам эту Мустанку, они должны довести, получается, вот эти вот мелочи. Подкрылок и еще там несколько пластиковых деталей. Так, а что, почему так? Ну, потому что краску кленово подобрали. Свежая краска. Свежая краска то, что? Ну, потому что на самом деле в свет попасть сложно. О, нифига себе. Почему? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Просто приятнее даже. Не надо. Да нет. Оказалось, что абсолютно законно я сейчас еду без номеров. То есть, у этой машины еще нет ПТС. Вот. Но мне Стас прислал все необходимые документы. Меня там куда-то вписали. Короче, абсолютно законно могу ехать на этой машине. Вообще, за, в принципе, два с половиной миллиона, ну, это достаточно крутая понтовая тачка. Особенно мне нравится то, что он в красном цвете. Тут нужно несколько нюансов еще доработать. Ну, там, подкрылок поставить, вот заглушку здесь какую-то. Кто-то показывал мне, но я хз вообще, что за заглушка. И все, в принципе, машину можно будет продавать. Ну, что, машина, она хоть и не гоночная внутри, но она располагает к тому, чтобы просто, знаешь, что-то врубить из себя торлета. Виндроссель. Виндроссель в деле. Ну, что, я пригнал тебе тачку. Держи. Да, брат, мы семья. Привет. Привет. Держи. Что, все? Красная муся теперь твоя. Ну, прикольный. Собрали-таки, да? Да, сейчас все приедут, короче. Прикинь, вообще целый автопарк. Эту машину сейчас везем в наш автосалон. Далее, это не все. Мы едем на площадку к этим ребятам, которые нам дали эту станку. У них еще там куча тачек. Они нам дают эти машины. Мы тоже гоним их в автосалон, продаем и зарабатываем много денег. Машины приедут на нескольких эвакуаторах. То есть сейчас сюда приедут еще вот такие же экземпляры. Ну, если на эвакуаторах, возможно, хуже. Они же сами не доехали. А вот эта доехала сама. Да я шучу. А, фух. Просто из-за того, что... Я думал, ты битые прям сюда привезешь. А, и среди них даже есть Теслы, по-моему. Или одна... Подожди, а не битые сюда приедут? Нет. Уже восстановленные. А, ну ладно. Так, короче, первая тачка, видимо, своим ходом приехала на продажу. Это тот самый Икс, на котором я катался. Да, он тоже на продажу поспевает. Ты тоже оставил тебя. Да, это больно. Перекрыли мы. Тут сервисы, люди ездят. Просто приехали 4 эвакуатора, и все, и все парализовано. Это Миша Бизнес. Так делается, да, по-взрослому? Да, да. Взрослый дядька, ты, конечно, тачки завозишь. Это еще цветочки. Впереди очень жирные ягодки. Молодцы, работаете. Партнеры, молодцы, молодцы, говорю, работаете. Я специально пришел, чтобы для похвалы. Суету на везде охота. Что происходит? Киприч, когда тачку привезли на продажу. Они откуда? Ты умеешь тесты продавать? Умеешь тесты продавать, это не просто. Это не сиськи мять. Я могу сиськи мять и тесты продавать? Одновременно. Одновременно. Машин до хрена на комиссию приехало. Машин штук 10 еще. Места не хватает. Охрен, ну это град, блин. Бизнес вообще прет. Давайте еще, еще, пожалуйста. Мы еще снимем парковку. Короче, мы найдем место. Пригоняйте. Я надеюсь, с этой движухи мы значительно увеличим Америку. Откроем Америку. Да, откроем Америку, реально. Просто мы Колумбы. 2021 год. Евгений Дубровский открыл Америку. Блин, Кабрик все равно круто. Бери, Саки. Ты же хотел? Да я вот думаю, на самом деле. Так, идет смотреть мустанг. По зазорам немножечко не то. А ты даже сейчас посмотришь. О, мустанга Кабрика серого. Он весь в родной краске. Ты посмотришь, у него тоже все зазоры плавают. Да? Вообще все. Ну, может быть, еще и ничего. Подожди, у тебя это с завода? Да. Ничего себе. И подкрылок, да, еще будет? Подкрылок, да, будет. А шильдик? Шильдик, да. Что хочешь, чтобы кто налет. Хочешь, сейчас авто будет. Нет, с таким подходом можно было бы продавать на той парковни тогда, а не сюда пригонять. Смотришь, Миша, он стоит. Миша очень, на самом деле, переживает и нервничает, что такие машины появляются здесь. От кольких они начинаются. Привет, Миша. Стас. Очень приятно. Ну, где-то 2,7-2,8. А мы будем продавать за сколько? За 2,5-2,6. Тогда нормально. Я думал, успею булочку съесть. К Мишу всегда приходим, вот как к бабушке, приезжаешь на дачу, у тебя молочко, там, пирожки. Да, да, да. Все есть. Уже в продаже есть мустанг, я думаю, что 2 кабриолета должны встать рядом. Я в суете вообще, суета. Вы, суетологи, привезли сюда. Парни, а теперь хотите сливить? Вот этого мустанга мы привозили. Да? Да. Все самые классные тачки продаются здесь. Ну, раз, запомните, навсегда. От салона он отличается чем-то от вот того красного? Я вот на нем уехал, то же самое. Тут такой же салон. Ну, там кожа, а тут тряпка. Да, да. Тряпка хуже, знаешь, в плане того, что дождь пойдет и все. Так ты, крыша тебе на что? Ну, блин, я что за... А прогноза на сегодня дождь не ожидается. Ну, все, берем. А почему эта машина оказалась здесь, в России? Эта машина не битая. Открыли крышу, я так понял, что был сильный, видимо, дождь, да, и залило весь салон нахрен. Вот он таким был выделен. Ну, то есть даже не видно, как он был залит, да? Абсолютно нормальная, ровная машина. Ну, короче, это прям хороший вариант под себя. Не битый. Подумаешь, пару капелек в салон попало. Просто крышу забыли, вдоль закрытия, и она в Россию приехала, собственно, вот и все. Не нежные, американцы, да, такие вообще салон про муху и все, в России. Мы все сейчас обсуждали с ребятами очень долго. Вот эти машины, это вот как тест. То есть мы сейчас продаем их, а потом дальше уже смотрим, как работать. В общем, будем притираться потихоньку. Эта машина обошлась там в 2 миллиона. Все, что в плюс, допустим, за 2,5 продаем, по 250 мы делим. А те машины, так как они уже приехали готовыми. Здесь просто это как бы по условиям комиссии. Сейчас, погоди, мне надо. Давай 2,5 прям сейчас я тебе привезу и заберу ее. 2,5? А, сегодня баб. Ну, как быстро. Ну, давай, давай 550. Да, 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 да. Да ладно, давайте 2,5. А ты сколько он к тебе обошелся? А у меня в 2,3 что-то. Давай, давай, 2,5 прям сегодня заберу. Миш, можно я пойду комиссию немножко? Извини. Ну, ты прям, мне кажется, ты чуть-чуть это... Торопишься? 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 Почему? Ну, я же всегда говоришь, что ты торопишься. Он меня, знаешь, от скольких машин отговорил? Сань, бери. Я такой, что... Это, знаешь, это как ангел и демон. Ну, позвони там, спроси. Да, салавинский, Жава, сейчас. Хорошо, я говорю. 5 минут. Давай. Хорошо. Та-да-да-дам, та-да-да-дам. Что думаешь? Да бери, я всегда зато за момент. Вот в моменте хочется что-то, нельзя себе отказывать. Надо брать, а потом уже расплёпывать. Я в моменте, и пролетел, который день я не заметил. На своих звуках и мне навстречу только ветер. Обрадуй меня. Просто сферу. По-братски. Давай руку. Да. Серьезно? Серьезно? Да, два. Серьезно? Саня, я так рад вообще. Я поздравляю тебя. Сейчас я должен был закинуть сумку и уехать в закат. Ну, всё, тогда убираем вот этот красный. Вот и завершение серии. Да, вот и завершение. Саня, как завершить серию, да? Да я просто, так случилось. Сань, отвечаю, вообще охренительная тачка. Я рад тебе. Блин, как-то волнительно даже, знаешь? Вот, знаешь, ты, мне кажется, заразил, раньше ты таким не был. Всё решается в моменте. Запомните. Я в моменте. Пролетел, который день я не заметил. На своих двух и мне навстречу только ветер. Руки, да вообще охеренно сейчас приезжаешь ко всем нашим на Кабрик. И такие, ооо, вот так вот. И Димаш уже будет не единственный у нас, короче, на Кабрик. Ну, это вообще кайф. Пойдём. Есть один мам-ям. Куда? Туда. А-а-а! Я догадался. Подожди, ну там что-то другое у тебя было. Почему? Считай. А-а-а! Сарай на 100 сил плюс или Кабрик. Или Кабрик. Ну, я даже не планировал это делать, отвечаю. Понимаешь, вообще, мы эту серию начали с целью того, чтобы наладить новую ветку в бизнесе. Кто мог подумать, что мы закроем целую строку? Видишь, всё быстро. Продано. Мы с тобой, когда познакомились лет шесть назад, ты всегда твердил про Кабрик. Вот сколько тебя помните, всегда говорил, вот бы Кабрик купить. Кабрик бы найти за 100 тысяч рублей. Помнишь, ты говорил? Вот, другой уровень. Ты уже сразу, ты твой первый Кабрик и вот такой крутой. Я купил тебе Кабрик! 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 Это Кабрик! 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 Кабрик!